А теперь с новогоднего бала школьников перенесемся на бал олимпийцев, который давал сам губернатор по традиции во дворце спорта ЦСКА ВВС в последние дни уходящего года. 11 олимпийских медалей, в том числе 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали завоевали наши спортсмены на Олимпийских играх в Атланте. Такой богатый урожай олимпийских наград самарцы собрали впервые, а всего в Атланте нашу область представляли 27 атлетов. Это в их честь на новогоднем балу звучали поздравления. Среди отмеченных наградами на балу был и председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму при администрации Самарской области Владимир Заворин. Заместитель губернатора Александр Жабин вручил ему медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сколько знакомых лиц увидели мы на новогоднем балу олимпийцев области. Целое созвездие спортивных талантов. И конечно же мы воспользовались случаем, чтобы услышать их пожелания вам, уважаемые любители спорта, в новом году. Просто, наверное, повнимательнее друг к другу быть и понежнее, ну и подобрее и любви побольше. Спасибо. Дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, любви, хорошего настроения. И хочу, чтобы на наших играх вы получали истинное удовольствие. Чтобы наша игра вас радовала и проносила хорошее настроение в ваш дом. Спасибо. С Новым годом. Хотелось бы, чтобы побольше немножко удачи, счастья, жизнерадости. И конечно, хотелось бы просто сказать, свершение всех тех задуманных задач, которые мы планировали в 96-м году и не осуществились. Но они обязательно свершатся в 97-м году. С Новым годом. Удачи вам в следующем году. А юным спортсменам побед. Спортсменам высокого класса, хороших медалей. Конечно, мы ждем от вас тех побед, которые приносят нам сначала юный спорт, а потом спорт высших достижений. Здоровья и счастья в Новом году. С Новым годом. С новым счастьем. Здоровья вам, счастья. Всего вам хорошего. Улыбайтесь счастье и ходите на баскетбол. Баскетбол – это праздник. Пусть этот праздник пойдет в каждом доме в Самаре. С Новым годом. Дело в том, что в это трудное время можно было забыть спорт. На самом деле, зачем расходы на спорт, когда мы не можем зарплату регулярно платить. Но если мы хотим жить в будущем, мы должны этим делом заниматься. И мы должны радоваться от того, что у нас есть организаторы спорта, тренеры, спортсмены, все, кто имеет отношение к спорту, так самоотверженно делающие свое дело. Поэтому за то, что мы умеем смотреть в будущее. И дай нам Бог дальше уметь смотреть в будущее. Ваше здоровье. Всем счастья и спортивного здоровья в новом наступающем году.